Доброго времени суток! Мы на одном из лучших технических каналов Беларуси, канале компании АвтоСтронг. У нас 80 000 наименований запчастей, 6 ярусов и любую из этих запчастей вы можете купить в компании АвтоСтронг. В данном видео мы вам расскажем про маленький, но хороший мотор Opel и заодно покажем, что будет с мотором, если в нем вовремя не менять масло. В компании АвтоСтронг существует практика продажи моторов и практика продажи бут запчастей. Так вот сегодня мы будем разбирать мотор именно для того, чтобы дефектовать его и выбрать самые лучшие запчасти для продажи. Вот этот малыш. Бензиновый мотор с объемом 1,2 литра, индексом Z12XE, был снят с Opel Corsa C, также ставился на Opel Astra G. Эти моторы оказались удачными и в это семейство входили моторы от 1 литра трехцилиндровые до 1,4 литра четырехцилиндровые. Все моторы соответствовали нормам Евро-2. Данный мотор обрадовал своих владельцев наличием цепи ГРМ, но радость оказалась недолгой, потому что цепь ходила не больше ста тысяч километров, а ее замена была, естественно, более дорогостоящей, чем замена ремня ГРМ. В 2000 году данные моторы пришлось модернизировать, чтобы они соответствовали нормам Евро-4. Они получили обновленный блок управления и второй лямбда-зонд возле катализатора. Вот это да! Трудно сказать, как долго здесь не меняли масло. По факту оно превратилось в гуталин. Натяжение цепи здесь отсутствует. Интересно, что произошло с другими деталями. Мы видим первые последствия того, что масло не менялось, а именно очень большую выработку на кулачках распредвала. То есть если по ощущениям, то здесь вот такая вот канавка. Очень интересный момент, в каком состоянии находятся шейки распредвалов. А теперь смотрим на состояние шеек распредвала. Естественно, чудо не произошло и выработка на шейках распредвала присутствует, но не такая критичная, как может показаться по всему вот этому виду. Но эти распредвалы по любому отправляются в утиль. И абсолютно естественным образом гуталин был обнаружен и в поддоне. Тут куча отложений, грязи, шлаков. Вот эта сеточка маслозаборника. Она должна быть чистая, чтобы система смазки работала корректно. Вот в данном случае она забита и нарушается смазка двигателя. То есть происходит масляное голодание. От этого и повышенный износ. Это каналы системы охлаждения. Вот это резиновые прокладки. Посмотрите, в каком они состоянии. То есть вот эта деформация могла быть вызвана либо перегревом мотора, либо же тем, что масло просачивалось и разъедало прокладки. На этом моторе, именно этому узлу надо уделять особое внимание, потому что когда прокладку пробивает, то масло смешивается с антифризом, либо же наоборот. У меня в руках клапан EGR. А что здесь примечательно, он с электронным приводом. Система EGR это система рециркуляции отработанных газов. Она служит для того, чтобы повысить эффективность двигателя. В бензиновых двигателях это снизит детонацию. Также помогает сэкономить топливо и повысить эффективность работы. Здесь забор выхлопных газов осуществляется через небольшое отверстие в головке блока цилиндров. Вот это прокладка клапана EGR. Из-за перегрева она может деформироваться, и все выхлопные газы могут уходить в систему охлаждения. На этом моторе бывает, что клапан EGR засоряется, и он нуждается в чистке. Но здесь все чистенько, и клапан EGR в данном двигателе проблем не доставлял. Вот по этой металлической трубке выхлопные газы возвращаются обратно во впуск. Но так как здесь очень большая температура, бывает, что коллектор трескается. Так как система EGR у нас была в хорошем состоянии, то есть она была чистая, мы могли предположить, что и цилиндропоршневая группа будет в хорошем состоянии. В принципе, так оно и получилось. Что мы видим? Хон присутствует и задиров нет, но есть следы небольшого масляного голодания. То есть юбки поршней с графитовым напылением терлись частично о стенке цилиндров. Судя по всему, из-за плохой смазки юбки поршня начали соприкасаться со стенками цилиндров. Как видим, мотор реально живучий, потому что если сравнить то, что у нас было под клапанной крышкой и в том состоянии, в каком она сейчас цилиндры, это говорит само за себя. Вообще эти моторы без проблем проезжают 300 тысяч километров. Но даже если этот ресурс закончился, это не значит, что мотор надо выкидывать, потому что производитель предусмотрел аж 6 ремонтных размеров поршней и колец, а также 2 размера ремонтных вкладышей коленвала. Но можно по поводу капиталки не париться и купить отличный контрактный мотор у АвтоСтронг. Вот этот уголь на такой черный загар абсолютно не свойственен бензиновому двигателю. А нормальный здоровый масляный налет вы можете увидеть в нашем прошлом видео про мотор BMW. Кстати, вот он. Графитовое напыление полностью стерто. Это говорит, что вот графит защищал до последнего стенки цилиндров, но приказал долго жить. Даже несмотря на то, что масло превратилось в гуталин, кольца не залегли, не закоксовались и находятся в абсолютно рабочем состоянии на всех четырех поршнях. Еще посмотрите, какие здесь большие толстые массивные компрессионные кольца. Это одна из отличных особенностей моторов 90-х. Даже без каких-либо замеров мы можем увидеть, что коленвал в очень удручающем состоянии. Поэтому, как и многие запчасти с этого мотора, он идет на свалку. Сегодня мы дефектовали для вас заведомо плохой мотор, чтобы показать все нюансы. Эти запчасти никогда не поступят в продажу в компании «АвтоСтронг». А хорошие запчасти и прекрасные моторы вы можете у нас приобрести. Подписывайтесь на наш YouTube канал, подписывайтесь на наши соцсети. Заходите на наш сайт, покупайте у нас только качественные запчасти. И пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в следующих видео. Спасибо, с вами была компания «АвтоСтронг» и чаще меняйте масло.